Всем доброе время суток. У меня сейчас ночь и я всегда тяну до последнего, когда обнаруживается, что на завтрак ничего у нас нет. Ну в смысле масло с чем-то кушать надо, хлеба нет, ничего сладенького нет, вкусненького нет. И я выбираю сегодня, не хочу ни кекс, ни блины, ничего сложного не хочу делать. Выбираю простые бабушки на лепешке. Мне для этого надо 3 яйца, щепотку соли, 500 грамм кефира. И вот у меня стоит, вот там вдалеке, уберу сейчас, вот она приготовлена, килограмм муки, просеянной уже. 3 яйца разбиваем. Руки сегодня свободны, поэтому я убью яйца двумя руками, но могу и одной. Вот так. Добавляем чайную ложечку соли. Поменяла баночку для соли, треснула в ней деревянная. Так, без горки, вот такую, не до горку, так сказать. И сюда же сахар я не кладу. И сюда же выливаем кефир. Лепешки очень легкие, поэтому я, когда мне лень что-то делать, а мне всегда лень что-то делать, правило. Ну просто есть такое слово надо. Я ничего вообще не делала. Так, и все это тщательно размешиваем. Без сахара. Такие обычные крестные лепешки. Можно с маслом потом их. Масло повидела. Такие будут пузырчатые, воздушные, хорошие лепешки. Так, и сюда у меня мука уже просеянная. Добавляем муку. У меня начну с не просеянная, чтобы сюда же соду. Так, и моя любимая ложка. Я с ней все и чай пью, и все делаю. Так, и чайную ложку соды, прям с горкой. Вот такую я добавляю. Чайную ложку соды с горочкой. Пока муки мало, я венчиком все это делаю. А потом перейду на стол. Мне тесно стало в миске, и я перешла на стол. Всю муку я высыпала вес килограмм. И сейчас буду замешивать на столе. Собирать вот это все в кучку. И пока я буду собирать, я немножко поговорю. Я сегодня отвечала на комментарии, смотрела там, видео ваше смотрела. И обнаружила, что у меня, по-моему, там без десяти или без пятнадцати человек уже четыреста восемь пять друзей. Для меня это очень много. Я даже не думала, когда я открывала канал, у меня было восемь подписчиков. И меня интересовало, кто же подписался просто так на пустую страничку. Я никогда не думала, но это каждый, кто это прошел, наверное, так же сам обвиняет. Неужели то, что я снимаю? Ещё кому-то интересно. У меня канал год в ноябре будет. Ну, я открыла в ноябре, а потом всё убрала. В ноябре того года, по-моему, если я не ошибаюсь, ой, наверное, аж позапрошлого года. Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Короче, в каком-то ноябре, может быть, даже позапрошлогодний ноябрь. Нет, я в июле открыла. Точно. На свой день рождения я убрала всё. В июле, позапрошлый год, я открыла канал. И потом только в ноябре возобновила. Ну, там несколько видео я выкладывала, и потом что-то убрала всё. Так, я сейчас буду вымешивать, не подсыпая муки, чтобы не забивать тесто. Посмотрю, может быть, немножко подсыплю. И потом в ноябре я опять начала что-то снимать, выкладывать. Вот за год у меня, конечно, кто-то сейчас вот скажет, что это за год всего 500 друзей, кто-то за полтора месяца. Я знаю одного человека, который за одну ночь 16 тысяч подписчиков, не имея ни одного видео. Не хочу, хоть у меня руки чистый, но как-то неприятно мне сок встряхивать сюда. Ну, это их личное дело. А у меня вот так. И я, конечно, какое-то видео выпущу, но просто хочу сказать, что вдруг кто-нибудь там не зайдёт, ещё что-нибудь. Хочу сказать, что я очень благодарна всем моим друзьям и кто с первых видео со мной. Там, по-моему, в декабре уже Сашу в армии провожала, снимала. И дальше, конечно, это очень приятно, что, в первую очередь, что я вас узнала. И во вторую очередь, конечно, приятно, что вы знаете, что я есть. И поэтому всем-всем-всем огромнейшее спасибо, что вы заходите ко мне, что вы смотрите мою бельберту, мои поделки. Хотя бы то, что вот сейчас я, вот видите, уже ничего не поглебает. Хотя бы то, что я вот сейчас делаю, типа, в лепёшке. Тратите на меня своё время. Так, я ещё тогда немножко вымешу. И потом уже продолжу, покажу, чтобы не отнимать у вас только ценное время. И вот так я немножко ещё его постукиваю. Ну, не сильно так, не до сотрясения. Так, тесто я уже помесила хорошо. И так как я добавляла не разрыхлитель, а соду, если добавляешь разрыхлитель, сюда разрыхлителя можно было 30 грамм положить. И тогда можно было сразу делать лепёшки. Но когда добавляешь соду, надо, чтобы немножко тело... Тело... Ну да, тело теста перед выпечкой немножко отдохнуло. 30 минут. Я сейчас положу вот в эту... вот так его под низ подмять. Ну, кто печёт, те знают, что вот так всё под низ, под низ. И такой колобочек положить сюда. И накрою. И пусть оно полчаса у меня... Так, чем я его накрою? А накрою я его мешочком. Вот так. И пустой мир заведу. На 30 минут. И после нашего полчаса достаём наше тесто. И теперь надо это тесто разделить на 6 кусочков. Будет 6 лепёшек. А может и больше, чем 6 будет. Потому что у меня сковородка донышко не очень большая. Так, раз, два, три. Ну, будет 6. 7 будет. Так, и сейчас вот такие колобочки сворачиваем. Ой, ветер такой страшный у нас на улице. Днём была такая погода хорошая. Жалюзи дрожат. Жалюзи. Так, сковородка должна быть очень... Я сейчас включу. Выпекаем на раскалённой сковородке. Вот так, ничего особенного. Раскатываем. Раскатываем. Делаем надрезы. При раскатанной дне муку я не подсыпаю, чтоб она не горела на сковородке. Раскатываем. Можно руками разминать. Вот так. Можно прокатывать. Кому как удобно. Масло на сковородку где-то сантиметр. Потому что должны жариваться в масле. Масло горячее. Делаем надрезы. И на сковородку. Вот лепёшечка бурлит. Мои палочки-выручалочки. Отличные щипчики. Что-то я не вижу сейчас таких фикс прайс. Вот я купила одни на дачу, одни сюда. Очень удобно. И помидорчики с банки. И огурчики. Достаю ими. И переворачиваю. Всё ими делаю. Бельно сыра. Видите как называется. Пузырчатые. В общем я сейчас всё пережарю и покажу. Вот у меня получилось 2-4-6 вот таких крепёшек. И 2 вот таких будет поменьше. Я просто последнее тесто разделила на 2 части. Оказалось. Просто масло уже кончалось. Ну в смысле я масло не одолевала. Вот как налила изначально сантиметр. На этом и жарю. Видите сколько ещё много масла там. Вот. И на самом большом огне. И чтобы не добавлять масло. Потому что большая лепёшка занимает всю площадь. Сделал такие маленькие. И так вот показываю. Вот эта стопка лепёшек обошлась 50 рублей. 3 яйца по 50 рублей за десяток. Ну пусть даже и по 55-15 рублей. И мука не самая дорогая. Килограмм 30 рублей. Ну растительного масла немножко. Это всё 5 рублей я включила. Сахара нет. Ложка соды. Ложка соли. И очень вкусно. И с суп с ними. И к чаю. В общем палочка-выручалочка. Они ещё не совсем остыли. Но я всё равно разломала. Чтобы показать. Вот. Тесто пропечённое. Всё нормально. Можно употреблять. Всё. На этом кулинарная ночь окончена. Всем мир и добра. Хорошего настроения. И пока-пока.